А угостите даму спичкой, гражданин начальник. Красивый, Маня, у тебя браслетик. Еще бы. Браслет старинной, цены немалой. Сколько платила? Любокупная вещь-то. Наследство это мое. Память мамочкина. Как же так, Маня? А ты в прошлый раз говорила, что мамаши своей не помнишь. Ну и что, я не отказываюсь. Память мамочкина мне папа передал, погибший на фронте. И усея на войну сказал, береги, доченька. Единственная память по маме нашей, дорогой. И сам тоже погиб. И осталась я одна, единственная, как перст на всем белом свете. И ни от кого мне ни помощи, ни поддержки. А только вы стараетесь побольнее меня обидеть. Еще ужаснее сделать жизнь мою. И без того затрипанную. Ну, не дави из меня, Слизума. Про маму твою ничего не скажу, не знаю. А папашку твою героинского увидеть приходилось. На фронте он, правда, не воевал. Но шнифер был знаменитый. Громил сейфы, будто косточки из компота. Наговаривайте его на нашу семью. Грех это. Душа, ломка твоя. Да, девочка. На этот раз вляпалась ты крепко. Это почему же? Браслетик этот, вещицу дорогую и старинную. Третьего дня с убитой женщины сняли. В общем, собирайся, подруга. Переночуешь в КПЗ, а завтра утром в прокуратуру. Это зачем еще? Ну, Мань, ты же человек грамотный в наших делах. Знаешь, мы же розыск, в общем-то, пустяками занимаемся. А подрастрельные дела об убийствах расследует прокуратура. Это что же, за чей-то барахловый браслет мне подрастрельную сточил? А что ж тебе за него талоны на усиленное питание? Угробили вы женщину, пыхтеть за это придется всерьез. Не бери на понт, мусор. Ну, что за вульгарные у тебя выражения, Мань. А потом я тебе сказал, это нас не касается, ты эти слова в прокуратуре говори. Ты что, меня первый день знаешь? Я сроду с мокрушниками дела не имела. Было, помню, но это время идет, а? Откуда я знаю? Может быть, убила ты женщину, а браслетик ее себе на руку, а? Да это мне Валька Коптенов вчера подарил. Что бы ты у него ордера за ювелир, только спрашивать? Откуда я знаю, где он браслет взял? Ну, это не разговор, Маня. Ну, допустим, хотел бы я за тебя заступиться, так что я скажу? Что Маньке облигации, по ее же словам, уголовник Копченый подарил браслет. Да кто мне поверит, сама подумай, бильберда какая-то. Ну, и что ж ты мне делать? Наверное, надо вспомнить, что ты не Манька облигаций, а Марья Афанасьевна Колыванова. Что ты гражданка, в конце концов, что ты человек. Ну, я не знаю, ну, сесть да написать, где, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Бесяев подарил тебе этот браслет и все. Написать? А он меня потом за это... Ну, ладно, ты не беспокойся. Уж ты напиши, а я позабочусь, чтобы он тебя оставил в покое. Обижать ему тебя в этом кабинете будет затруднительно. Ему-то затруднительно. А дружки? Они, как узнают, что я его завалила, сразу меня на ножи поставят. Поставят, как пить дать. Только это еще скорее случится, если ты не перестанешь шляться по их хазам до малинам, по вокзалам до ресторан... По вокзалам и ресторанам. Ну, что ты? Ну, как ты себя ведешь? Ну, посмотри на себя. Ну, бланш у тебя под глазом, а? Ну, как тебе не стыдно? Ты же здоровая девка, тебе работать надо. Работать тебе надо. А ты ведешь себя, как черт знает что. Ну, паскудство сплошное. А ты меня не совести и не агитируй. Не хуже твоего понимаю. Вот это понималось. Ну, ладно. Некогда мне с тобой разговаривать, мне домой пора. Скажи, ты будешь писать? Буду. Чего мне за него отвечать? Он меня что-то под статью не подвел, а я тут за него пыхти. Вот тебе листок. Хочешь? Да не ем я сладкую, пиши. Шарапов, давай-ка в дежурку, бери Тараскина, езжать и брать Копченого. Он адрес знает. Ясно. Напрасно прокачитесь. Почему? Он вторую неделю дома не ночует. А где же он? Малин, что ли, мало в Мариной Руще? Облигация или облигация? Облигация. Чего? И какая облигация? Я, Манька, облигация. Да ты что, с ума сошла? Пиши Якову Иванову, Марии Афанасьевну. Лучше с утра в парк культуры. Он там всю дорогу шивается в бильярдные. Шары катает. Вот это мысль, Маня. Я вижу, у тебя начинает просыпаться гражданское сознание. Ой, да чихты на твое сознание. Закопался промеж кортерников, как хлоп в ковре. А мне тоже нет резона. За чужие дела здесь опариться. Только Копченый Макрушничать не станет. Не такое у него воспитание.